всем огромный привет добро пожаловать на мой канал начинаю новый влог скоро 1 сентября мы уже ездили сегодня на медосмотр вот зашли в магазин буквоед кстати буквоед это не то что не бюджетный магазин не бюджетное слово совсем короче купили на я показывать не буду я думаю что понятно купили тут канцелярию в общем все по мелочи ну помимо тетрадок всякие альбомы тетрадки на покупали старшему сыну такую английский язык вот набрал всяких рады к себе старшему младшему младшему я всегда покупаю вообще вот и старшему когда он первые младшие классы когда ходил я им все время покупаю вот такие вот вот этой марки тетрадки они очень плотная плотная обложка и в общем не сминаются прикольные тетрадки поэтому мы пошли буквоед чтобы вот эти тетрадочки всякие разные купить в общем не там всякие стерки и ручки карандашики и тому подобное и все это на три тысячи рублей только канцелярия это это не вся я часть еще уже покупала в других местах вообще бюджетнее всего покупаете вот сейчас в ленте распродажи как раз перед первым сентябрем всяких школьных товаров так что самое бюджетное получается там покупать даже не заказывать а именно там покупать вот но я же здесь уже не просто так по традиции я показываю свои заказы свальберис два пакета как всегда только почему-то нету фирменных пакетиков эти вот такие обычные сейчас вам все покажу во первых я заказала но он ко мне очень долго шел дневник сыну старшему младшему дневник но вроде бы не нужен учительница говорила что вроде бы не нужен в общем заказала ему вот такой вот дневничок прикольный он кстати прикольно он такой под кожу сделан обычный обычный самый простой внутри просто весь такой чехолчик симпатичный просто симпатичный так давайте дальше немножечко для кухни я купила вот такой вот чеснок гранулированный сейчас откроем слушайте но он ароматный очень он банка запаяна и он уже вообще это не гранулированный он такое ощущение что высушен и измельчен здесь вот так вот выглядит изготовитель московская область вот такой вот кстати мне очень понравились вот те миндальные хлопья которые я покупала для выпечки очень прикольным по рекомендациям одни моей зрительница она мне писала что не очень нравится бытовая химия вот этой вот марки гроз что производитель это волгоградская область производит вот этой марки гроз особенности она мне рекомендовала средства для чистки духовок и плит но я уже купила я потом закажу я решила попробовать вот такой антипыль чтобы протирать хотя у меня пыли немного в доме но все же там здесь с маслом авокадо эффект антистатика он еще как я читала вроде как полироль до очиститель полироль для мебели вот такой вот и вот такой вот для стекол и зеркал супер блеск не оставляет разводов ну не знаю попробую да не оставляет царапин для стекол зеркал пластика хрома и экранов монитора то есть подходит можно получать и телевизор протереть да я также таким средством мою у меня глянцевые фасады на кухне это моя боль особенно они мне внизу очень не видно у совать собаки прислоняются к ты все животные в общем я обычно протираю глянцевые фасады внизу вот таким средством и меньше налипает шерсть и тому подобное так дальше я же тоже открыла потому что посмотреть вот странно все позиции которые я показывала до этого это тоже были разные заказом какие-то чуть попозже пришли какие-то чуть подольше и всего лишь на одну позицию это вот на эту было написано что при возврате я заплачу 20 рублей при возврате этой позиции то есть если она придет и мне что-то не понравится я заплачу 20 рублей все остальные ничего было такого не указано я заказала вот такую штучку вообще на сайте написано что это масленка но это не масленка сейчас я вам покажу почему у меня тут все падает это больше лимонница я думаю что со мной многие согласятся но я скорее всего для таких вещей и буду использовать для лимона апельсина я еще грейпфрукт использую ну в чай добавляю иногда до вместо лимона в общем что такое небольшое также можно долечками нарезать сюда сложить но указано это как масленка но посмотрите какая она маленькая да то есть это не масленка если только маленький какой-то кусочек масла можно сюда если там остался от меня бывает на завтрак нарезают сыр у меня остается буквально пару кусочков можно также использовать для этих целей в общем вот такой вот симпатяшку я себе приобрела воды и и возврат почему-то 20 рублей у меня просили я ссылки конечно же оставлю на этом я не остановилась еще заказала вот так вот смотрите как коробка пришла я сразу сказал что я буду скрывать смотреть не побили ли чего с учетом того что здесь стекло первый раз кстати ко мне вот так вот приходит а вот это уже масленка но я у меня вообще есть масленка я тоже не не как масленку собираюсь это использовать потому что как масленку видите посередине вот такая вот штучка сделан специально что положить сюда масло как бы вдавить его сюда и чтобы она не елозила такая мне очень понравилась круглая весна что мы сюда только если маленькая пачка это она мне кажется может не закрываться ну то есть попадать вот я тоже для таких целей вот очень часто у меня там сыр или какая-то колбаска остается или там огурчиков я нарезаю да там с утра допустим для бутербродов или просто к завтраку у меня остается и можно нарезать положить сразу сюда закрыть а потом убрать холодильник но это конечно баловство все вот это дело вот это вот все но симпатичный согласитесь и одну такую чисто прозрачную она стоила 100 чем-то сто восемьдесят семь по моему рублей без 197 рублей вот это уже 300 но она мне очень понравилось смотрите какая прелесть ты тоже большая на ведь она какая то есть и то и то называется масленка только разница он какая большая вот это мне понравилось она прямо такое добротное стекло такое очень классно очень красоту на кухне навожу этим словом девочки вот еще я решила заказать я все покупаю своим мальчишкам мужу детям к школе мы готовимся присягла забываю и тут наткнулась я заказала себе вот такие носочки я подумала что мне во первых понравились цвета смотрите какие пастельные цвета сейчас давайте мы скроем я подумала ну что я буду там где-то искать сейчас если закажу все равно там заказываешься так сейчас я тут вскрою давайте покажу носки премиум-класса состав хлопок 70 процентов полиамид 20 и 10 лайкро комфортная прочная резинка плотная текстура ткани усиленная пятка вот хорошие отзывы там на сайте что хорошие носочки очень в общем решила себе взять делает размер 38-40 39 размер ноги мне очень понравились цвета смотрите какие прикольные во первых они однотонные а во-вторых ой слушать они такие мягенькие здесь каждого цвета получается две пары смотрите какие очень приятные достаточно плотненькие носочки девочки прям всем советую такая да действительно усиленная пятка и мне понравилось что здесь резиночка вот такая видите она не тугая поближе покажу она очень комфортно не будет впиваться вот особенно у кого ножки отекают очень прям советую хорошие положительные отзывы носочки ничем не пахнут ничем не пахнут вот вот такие вот носочки и вот получается да две пары сиреневых две пары розовых две пары голубых и две пары вот таких бирюзов очень приятные приятные цвета очень хорошие про них отзывы что хорошо носятся хорошо сидят на ножке и самое главное вот эта резиночка для меня ну и цвета такие вот прямо для меня девочки потому что я и дома бывает носочки одеваю когда прохладно у нас скоро вообще обещает 12 градусов так что себе заказала то все мальчишка мальчишкам а себе нет вот такие вот носочки тоже ссылочки оставлю девочки но они очень приятные очень плотные такие качественные носочки классные от всей души советую ссылочку оставлю сразу заказывайте упаковочку вот такую большую мне по крайней мере хватит точно надолго таких носочков вот ссылочки конечно же я вам как всегда оставляю внизу инфобоксе вот так что ну и так сегодня немного обо всем а это приобретение моего мужа он у меня купил два деревца здесь черешня название он не запомнил сорта для переопления потому что с 1 уже растет черешня вот как раз таки вторую и есть грушу он еще приобрел еще одну вот у нас кстати это который приобретали в прошлом году в этом году ничего не дала плоды поэтому ну в общем потихонечку засаживаем сад еще абрикосы хотим еще деревца купить вот а это на днях тоже муж у меня приезжал с работы и и в общем он там был за городом и зашел в лес посмотреть как там обстановка по грибам нашел него такое количество лисичек супер просто я их как раз сейчас вот показываю что я их чищу мою хорошенько немножечко их буду отваривать и замораживать обязательно отвариваю потому что если просто бросить заморозить то они получаются такие немножко как резиновые что ли а вот если предварительно слегка в слегка подсоленной воде отварить то получается супер так что немножко грибочков у меня есть на один раз по крайней мере точно на зиму хватит в общем отварю остужу в пакетик и морозилку свою убирать вот но надеюсь что в этом году еще схожу за грибами потому что я в лесу не была еще ни разу вот мой муж один раз сходил у корзинки вот таких вот лисичек набрал а я я ни разу еще не было но я думаю что у меня все впереди надеюсь только что сентябрь будет теплым еще раз девочки всем привет я уже снимаю через два дня где-то сейчас собираемся в школу хочу всех поздравить кстати с первым сентября я не знаю когда я выпущу этот влог может быть 31 может быть 1 сентября но в общем всех поздравляю с днем знаний в любом случае нас в той или иной степени это касается кто-то сам идет учиться кто-то кто-то учит кого-то да в любом случае 1 сентября день знаний касается мне кажется всех этот праздник вот но я тут собираю детей естественно все родительские собрания после родительских собраний ниже двое детей в этом году идет в школу старший в пятый класс младший в первой класс и причем еще у меня так получилось но очень классно на самом деле получилось у меня учительница начальных классов старшего моего сына выпустила 1 сентября к ней идет мой младший сын к той же самой учительницы очень здорово да вот так что тем более у нас учительница очень хорошая мне на очень нравится поэтому я вдвойне довольна вот я еще тут на днях а кстати погода не говорила что нас обещала спортивная погода сейчас у нас девочки 10 градусов 10 представляете утром было 8 плюс 8 вообще было буквально пару дней тому назад плюс 28 а сегодня с утра 8 вообще кошмар вот зарядили дожди но в принципе обычно нормальная питерская осень началась уже во всем я тут еще зашла заходила магазин ревгош ну естественно я ходила покупать и вот канцелярию вам показывала потом еще рабочие тетради потом еще просто там тетради для записи того для записи сего в общем какой-то кошмар если младшего больше канцелярии знаете у меня там картон там всякое такое то старшего сплошные тетради везде тетради рабочие тетради по всем вопросам мне кажется учебники у нас школе выдают бесплатно все но соответственно рабочие тетради там атласы какие-то для записи и так далее и меня кстати в этом году мой старший сын у нас школа языковая я уже говорила с углубленным изучением английского языка я об этом говорила ну что не знает вот и у нас вообще по выходу должно получиться то есть к 11 классу три языка вот и один из них ну английский естественно это углубленное изучение поэтому нас очень много у нас английский сейчас будет пять раз в неделю то есть каждый день и плюс еще дополнительные занятия по английскому языку начнутся с октября месяца в общем короче кошмар забудет русский вот и еще у меня сын будет должны были изучать второй язык французский но почему-то его отменили и второй язык у нас теперь китайский но кстати очень интересно вот мне было бы очень интересно я буду учиться вместе с сыном я так и так повторяю все вместе с сыном в том числе английский русский вот то что кое-что конечно же забыла вот поэтому поэтому супер мне прям будет очень интересно я мне кажется буду учиться вместе с ним будет мне рассказывать что на уроках рассказываю вот так что вот такая вот история у нас вот а я но Ну, естественно, бегала по торговым центрам, бегала как, как я не знаю, просто как на метле летала, я бы так сказала. Вот, и заскочила, то есть умудрилась заскочить в магазин Ревгош. Я, правда, все это уже попробовала, все уже вскрыла, вот, но хочу вам показать. Вообще, конечно, в магазине Ревгош цены, ну, так себе. Много где есть дешевле на том же сайте фармакосметика, что касается кремов различных, да. То же самое касается, например, той же вот такой косметики, мне кажется, на Вальберес или на других сайтах можно найти подешевле. Но я вообще заскочила, потому что у нас все еще вот эта марка Гош в Ревгоше продается с огромной скидкой. Я купила карандаш, помните, я показывала такой синий карандаш для глаз, это водостойкий 02 Matt Black. Я не буду оставлять девочке ссылки, потому что в Ревгоше дорого, вот, можно найти, я думаю, что где-то в другом месте. Короче, 197 рублей стоит карандаш. Вот эти карандаши вообще огонь. Они смываются, кстати, мицелляркой, чистая линия у меня сейчас мицеллярка, вот, но при этом держится целый день. Крутые карандаши. Надо было мне взять два, но я что-то ступила, короче, как всегда. Ну, я потом еще заскочу, куплю себе еще один такой карандаш. Супер черный, угольно-черный, классный для глаз. Купила, там есть и коричневый, ну, в общем, много разных цветов. Ну, по крайней мере, у нас представлено. Я еще обязательно заскочу, куплю еще один такой же карандашик. И также я там увидела со скидкой, но потом посмотрела, что на фармакосметике дешевле. Да, вот такой вот крем. Ну, я буду его пробовать. Я, кстати, вот эту вот марку не пробовала. Вот, так что, да. Правда, посмотрела, потом уже, когда домой пришла, посмотрела, что это 40+, но, в принципе, все равно. Ну, вот один раз нанесла, мне, в принципе, нравится. В принципе, нравится. Ну, в общем, кремушек. Это я буду сейчас использовать в качестве дневного крема. Это у меня подзакончилось все. Вот такой вот кремушек. Ну, опять, я повторюсь, в Ревгоше сейчас дорого. Даже со скидками вот этими их на 50%. Что касается и парфюмерии, если раньше как-то еще цены на что-то были подешевле, то сейчас нет. Купила вот такую помаду Лореаль. Кто меня давно смотрит, знает, что у меня любимая помада Лореаль. Вот такая 842 оттенок. Часто, очень часто, когда я ее наношу. Сейчас я сделаю. Вот. Вот этот первый оттенок. Это 842. Вот она. Каждый раз, когда она у меня на губах, меня постоянно спрашивают, Наталья, что у вас за помада? Я много где искала похожий цвет, но в какой-нибудь другой марке. Нету. Нету нигде вот такого же оттенка, ни в каких других марках, вот такого же оттенка матовой стойкой помады. Люкс пересмотрела. И обычный масс-маркет. Нету вообще. Никак не найти мне вот такую же. Она супер стойкая, но зимой дико сушит губы. Вот просто дико сушит. Но оттенок просто крутой, нюдовый, такой классный. В общем, хотела ее повторить, купить еще раз, потому что она у меня вся закончилась. Тут вот буквально, ну, может быть, пару раз я еще нанесу, и все. Но не было вот этой помады 842 номера. Я потом закажу где-нибудь тоже на Вальберис. Кстати, я смотрела, можно заказать вот эту помадку 842. Зимой сушит губы, еще раз повторюсь. Если летом, весной и осенью нормально, даже если наносить вначале бальзам для губ, потом ее. Если бальзам не полностью впитается, то она не будет супер стойкой. Ну, в общем, короче, с ней надо капризная помада. Капризная, но крутой оттенок. Я хочу на Вальберис, наверное, закажу. Еще раз повторю. Ну, короче, там пошла, посмотрела. Вот именно вот этот номер, который я купила, был за 670 рублей. Так вот эти вот помады, вот именно вот эти, стоят 1100. Обалдеть. Почему обалдеть? Потому что качество этих помад, ну, подсушивают они губы, девочки. Единственное, что хорошо ложатся. Вот такой вот оттенок я купила. У меня сейчас на губах другая помадка. Вот такой тоже. Для меня это нудово-красный. Оттенки у помад L'Oreal вообще супер, супер просто. Но они сушен губы. И вот это тоже подсушивает немножко губы. Но я не знаю, я ее еще поношу. Классный. Держится целый день. Стойкость реально целый день. И завтрак, обед и ужин переживет. Что вот это, что вот это. По крайней мере, у меня так. Помады классные, но сушат губы. И опять же, аналогов оттенков не найти. Вот реально не найти. Вот чтобы помада была такая, что нанесла. И целый день она на губах никуда не скаталась, не растеклась, не убежала от вас. Вот в этом плане это супер. Единственное, что я научилась наносить вот эту помаду. Поэтому я ее повторю. Я ее наношу в основном на контур. А вот здесь вот посередине я ее немножко как бы как ватной палочкой или кисточкой вот так вот растушевываю. И наношу немножко либо блеска, либо бальзама. И тогда супер. Вот. И держится хорошо, и при этом не сушит губы. Вот 842. А вот это вот красное, да, такое красно-нюдовое. Я, наверное, не сказала номер, да. Номер это 121. Но в магазине Ревгош я не советую покупать. 121 номер. Вот так вот она выглядит. Это матовый тинт. Он, по-моему, правильно называется. Да, вот здесь вот написано тинт для губ. Жидкий матовый. Вот. Вот невесомая текстура, ощущение обнаженных губ весь день. Вот так вот. Ну, не знаю, она тоже подсушивает. Вот я вчера целый день ходила с этой помадой. Подсушивает губы все-таки. Поэтому ее точно так же наносить, как вот эту. Но стоимость 1100, мне кажется, для марки L'Oreal дороговато. Ну, на мой взгляд. Ну, не знаю. В общем, надо будет посмотреть мне где-то в другом месте и купить вот эту вот. Потому что она классная. Она классный оттенок. Просто огонь. Вот. Так что вот такие вот у меня еще были покупки в Ревгош. А так в основном всю канцелярию я покупаю. В общем, много наболтала в конце этого видео. Я извиняюсь. Вот. Ну, как получится. Вот. Сейчас надо отправить всех 1 сентября. И все. И все хорошо. Да? Так что у меня теперь первоклашка и пятиклашка. Вот. Так что еще раз поздравляю всех с Днем Знаний. Желаю успехов в учебе, в работе. В общем, всего-всего самого лучшего. Ну, а я на сегодня буду с вами прощаться. Я надеюсь, что вам понравилось такое видео. Оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал. Всех люблю, целую. До новых встреч.